Друзья, мы видим магазин, который раньше держали тесть и теща Сергея, а сейчас жена Сергея здесь работает. Значит, это не только мебель, это еще установка, половые покрытия, напольные, и карпет, и паркет. Все, что идет на пол, мы устанавливаем, продаем. Вот, друзья, такую мебель покупают, продают люди в штате Мичиган. Здесь довольно пустынно, здесь вообще с людьми напряженную. Матрасы и различные ковровые покрытия. Она помогает, люди меняют, допустим, ковер. О, смотри, красивый диван, можно подобрать диван, подкет ковра или что-то в этом духе. В Мичигане очень популярны именно коврови, от стены до стены. А как же так, когда у вас снег? Это же такое нефтическое. Сняли его, так оно тепло как раз. Вот, если вы ночью просыпаетесь, у вас в спании не паркет холодный. Сергей, а что самое популярное в магазине, что люди берут больше всего? Обычно раньше было, когда я здесь, когда я работал, то примерно 60% это именно флоринг, остальное матрасы 40% и мебель. То есть матрасы популярны, что-то. У нас сейчас все переходят на хвальт, вот, потому что от этих ковровых покрытия. Пыдуха, пыдуха, дышать не надо. А это зависит от этого района. Вот, допустим, во Флориде там все керамическая плитка. Вот, например, North-West, тут ковровые, даже я очень часто... Вот, друзья, мебель Америки. Ну вот, мы приехали, тоже принесли эти ковры. Мы сами попробовали, невозможно, они пачкаются очень. Ну, это пригодящий какого цвета-то, это дело привычки. Мне, допустим, мы вот, когда рассматриваем, память мне нравится, допустим, ковровое покрытие, а вот если там, living room, dining room, там уже паркет. Хорошо. Хорошо, как дела? Хорошо. Очень приятно. Спасибо. Вы говорите, что у вас примерно 50% в семе в день? Да, примерно. В мебельных магазинах еще продают на стены всякие декоративные картинки, вот то, что вы видите. Вот такой самолет, понимаешь, на деревянненьком, да? Жестяной, это жесть. Самолет жесть. Очень интересная картина. Так, сидишь в доме, и вот у тебя картина. Ворота. Наверное, в лучшую жизнь куда-нибудь. Слушайте, а это наш. Такое ощущение, что это Сан-Франциско там прямо. А может и нет. Вот ж не знаю. Да. Слушайте. А, это там, я понял, это там, наверное, не магазин, а склад. Или тоже магазин. А, слушайте, это продолжение магазина. Матрасы. Ого-го, ничего себе магазин. Тут можно полк разместить. Так. Матрасы. Мебель уже такая. Вот это больше похоже на то, что у нас продают. Такое ощущение, что я куда-то зашел. И непонятно, склад что ли какой. А там еще. Ой, ё-моё. Там свет не горит, но это то место, где выбирают полы. Вот вы видите, такие стоят. Как сказать, образцы что ли. И вот среди них выбирают. Единственное, что света нет. Я поэтому здесь много вам не покажу. Понял, понял. Действительно очень, очень большого размера. А вот там вы видите дверь. Так, ворота такие. Вот. Ворота поднимаются там. Можно трак разгружать. Да. Вон стоят карпеты в рулонах. И еще мебель. Большое хозяйство, я вам скажу. Да, надо сказать, что диваны и кресла отличаются от тех, которые продают, скажем, в Кремниевой долине. Там много народу из Китая, из Индии, из Европы. И вот они как-то по-другому выбирают. А это такое американское. Хорошо. Вот, пожалуйста. Здесь какой стол. Потрясающий. О! Давайте я зайду с этой стороны. Вот такое дерево. Такое ощущение, что это дверь лежит, а не как стол. Видите? Потому что это такая имитация. Вот смотрите. Вот. Здесь как бы дверь положили. А может это стиль такой? Надо спросить.